В эфире «Завтрашний день». Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. Мне известно, что исследования, которые он ведет в сфере изучения мозга, он же применяет и для анализа общественно-политических и исторических событий. И, кстати, у нас были эфиры на этот счет. Много поводов вновь обратиться к Сергею Вячеславовичу. Мне кажется, сейчас одним из главных поводов стали акции, ну и вообще всякие события вокруг имени Алексея Навального. Давайте попытаемся посмотреть, можно ли применить концепции Сергея Вячеславовича и других ученых в этой же сфере, в сфере исследования мозга, к изучению вот этих вот явлений политических, общественно-политических. Сергей Вячеславович, ну что же, насколько обоснована вообще постановка вопроса? Ну, отчасти она обоснована. Почему же? Здесь действительно мы видим, если взять, так сказать, глобально широкой сетью и посмотреть, что мы, собственно говоря, мы видим. Мы видим, если взять весь земной шар, не только нашу страну конкретно, мы видим интенсификацию искусственного отбора. То есть, искусственный отбор начинается очень активно. Ещё 10 лет назад я говорил о том, что в ближайшее время по независимым от желаний людей причинам искусственный отбор будет усиливаться. Почему? Потому что, как бы помягче сказать, кормовая база снижается, это с одной стороны. Как любят говорить политологи, это, значит, помойка. Одна этажа, крыс всё больше. Но вот на самом деле всё не так, конечно. Глобальная система не работает потому, что, собственно говоря, финансовая конструкция, которая существует с ней за памятных времён, то есть около 100 лет, она себя исчерпала. То есть нельзя бесконечно теперь давать деньги людям, чтобы они жили хорошо. Ну, просто они кончились. Ну, в Китае, там, по сути дела, доля государства в любом, 25 процентов, когда деньги просто дают. Это прямое стимулирование экономики. Откуда им брать эти деньги? Они их печатают. Ну, ясно, что это не может продолжаться бесконечно. Они должны быть обеспечены. В США то же самое. Недавно только Трамп выбросил 2 триллиона долларов для поддержания, так сказать, платёжеспособности населения. Поможет это? Нет. Сейчас Байден бросит ещё 2 триллиона. Поможет это? Нет. То есть сама система перестала приносить прибыль. Отсюда возникают массовые следствия, неэкономические. Нужно, во-первых, во всех странах нужно искать врагов. Потому, что если человек начинает перебиваться с хлеба на воду, ему нужно найти, куда его деть. Людей много. И хлеба, и воды даже на всех не хватает. Ну, начинается поиск. Экономическое снижение наблюдается последние 10 лет очень интенсивно. И несмотря на все усилия, экономика продолжает падать. Счастье для всех мировых элит то, что сейчас появился этот ковид и унёс такое количество жизней. Это позволяет переложить ответственность на него и замаскировать, собственно говоря, экономические катастрофы, которые наступают по всему миру. То есть спрятаться за него. Объяснить, что вот у нас ковидло всех победило. Поэтому мы не можем существовать на прежнем уровне жизни. Надо затягивать пояса, обычно так говорят. То есть вот на таком фоне, я почему на этом остановился, на таком фоне эволюционные процессы, особенно по искусственному отбору мозга, очень резко обостряются. Почему? Потому что пришли, выработалось целые новых 2-3 поколения людей, которые живут уже в другом абсолютном мире. Но для нас неважно, в каком мире живут. Они, самое главное, прошли уже искусственный отбор по определенным конструкциям мозга, которые им позволяют в мире компьютеров, программ, виртуальной жизни, виртуальных денег. Жить чувству себя очень комфортно. Выдерни я их оттуда, и тут же начнется другой искусственный отбор, потому что есть масса людей, которым плевать на эти компьютеры, плевать на эти телефоны, которые живут совершенно по другим законам. Естественно, что как только они, эти две среды, зайдутся, они будут уничтожать друг друга. То есть глобально получается так, что у нас, получается, отобрались люди с одной конструкцией мозга, приспособленной к жизни вот в этой цифровых технологиях. Есть люди, которые тут же параллельно того же возраста, того же зачастую социального, с которым это не нужно абсолютно. Но у них есть средства и возможности жить по старым законам, а это очень большая сила. И есть третьи люди, которые хотят попасть туда или сюда, которые подрастают. То есть система искусственного отбора выглядит очень запутанно. И на самом деле все очень просто. Дело в том, что люди с определенными способностями, которые могут комфортно себя чувствовать во всех этих ипостасях этого мира, им сейчас 16-20 лет. Ровно как и описываю в книжках по церебральному сортингу. Как только количество населения достигает людей с новой конструкцией мозга, приспособленных к решению новых, которых раньше не было задач, достигает 15, а это, не дай бог, 17 процентов, в этот момент начинается смена власти, это не революция, не какой-то кризис экономических отношений. Какие экономические отношения? Ничего не изменилось за последние 25 лет особенно. А вот отбор прошел и привел в полувозрелое состояние людей, которые уже думают по-другому. И с ними договариваться, может, только на их языке. Отсюда все конфликты. У нас выходили сейчас не только же подростки, так сказать, так ориентируется как бы социальная реакция на подростков. На самом деле очень много людей было среднего возраста. Это как раз те самые поколения уже вторых айтишников, которые имеют очень неплохие заработки, кстати говоря, которые имеют надежную работу, которую они могут найти в любой части планеты. Но, тем не менее, они выходят. Это зрелые люди, абсолютно нормально, 30-35-40 лет, которые готовы чем-то пожертвовать для сохранения своего статуса, то есть своей доминанности. А у них уже потолок. В социальном плане они носители новой конструкции мозга, результат нового эволюционного отбора. Они уперлись в потолок социальный. Дальше им хода нет. Там другая совершенно популяция людей из другого мира, которые растаскивали, например, на стране 90-е годы государственные ресурсы, залоговые аукционы и прочая всякая ерундистика. В общем, короче говоря, разбойники из 90-х. Они не понимают вообще, что происходит в этом следующем слое, который пришел на их смену. И поэтому-то эти конфликты, они бы не выплеснулись никуда, если бы появились люди среди власть имущих, которые попытались разобраться в том, что происходит. А так это чисто эволюционный процесс. Как только вот это давление достигнет нужного уровня, все это просто сметут. К сожалению, можно это профилактировать? Можно. Не нужно это никому? Не нужно. Произойдет это почти обязательно. Потому, что каждый раз в эволюции человечества, ну, как вот на рубеже 19-го и 20-го веков, что произошло? Инженеры пришли к власти на самом деле. То есть, кто это? Они там все эти рассказывают. Разночинцы, революционеры, детский сад. Да плевать там всем было. Пришли инженеры, посмотрите, что произошло в той же России. Что произошло-то? Индустриализации никто и не помнит об этом. А коллективизация, потому что... Зачем коллективизация была нужна? Потому, что частные хозяйства с трудом могли в тот момент обеспечить экономический рост, имеется в виду промышленный. Не могли с них получить необходимое количество еды. То есть, это кто пришел-то? Кто планировал-то эти все события? Это та же индустриализация, та же самая электрификация России. Это событие-то инженерного уровня. И именно поэтому появились и самолеты, и потом и ракеты, и все остальное. Это на протяжении одного поколения, обращаю ваше внимание. Ну, с 17-го года по 57-й прошло сколько лет? 40 лет. Это жизнь одного поколения в меняемом состоянии. Да, то есть, за 40 лет вот этот скачок пришли, и именно в этом была смена. Старый олигархат, это, если так называть, это псевдоаристократия, которая ничего не производила, кроме детей. Ну, это они умели как-то, справлялись с этой задачей. Я имею в виду при Николае II. Она была заменена на тех инженеров, которые начали строить эту страну. Вот глобальная система. А кто там? Коммунисты, пацифисты, фашисты. В Германии, пожалуйста, пришли фашисты. Ну и что? Ну, опять, что произошло с этими фашистами? Какой резкий скачок технологического развития произошел в той же Германии? Я не говорю про все недостатки этой организации, этого строя. Это безобразие, конечно, что они творили. Но к власти-то на самом деле, если, так сказать, заглянуть под кожу, пришли опять все же самые инженеры. Да, там у них с моралью было тяжело. Но зато с техникой, как у Германии. На Германии потом паразитировали и США, и Советский Союз после Второй мировой войны. И ракетные системы, и реактивные двигатели, и все остальное. И даже ядерные, ученые, ядерщики которых разделили между собой. То есть, опять, что происходит все время? На рубеже 19-го и 20-го веков произошла резкая смена власти во всех странах. Смели старую эту бестолковую аристократию, ленивую, бездельную, но плодовитую. Изъяли у них деньги, и весь мир стал развиваться в рамках новых технологий, которые росли, как на дрожжах. Вот сейчас заканчивается очередной цикл. В чем дело? В чем неприятность? И если бы в те времена... Ну, вот представим себе, что вдруг Николая Второго осенила бы гениальная мысль. Ну, ему там жутко умный Гришка Распутин подсказал, что давай инженерам дадим власть. И он бы так подумал, подумал, выпил бы коньячку и решился. А у него были поводы, он же фотографией занимался. Он знал там кое-что о том, чем техника одна отличается от другой. То есть, мог сообразить, что прогресс на глазах происходит. То есть, поводы-то были. И они бы взяли бы и пригласили бы инженеров. Куда? Вместо вот этой полоумной думы, которая была, каких-то там социалистов, еще кого-то. Ну, и все было бы хорошо. Инженеры бы придумали, как развиваться в стране. Потому что они сходили бы из своих интересов развития той области, которой они занимаются. А так это все произошло через гигантскую кровь, через гигантские потери населения. Но все равно закончилось тем же самым. И то же самое в Германии произошло. Все до наоборот. Но то же самое произошло. А в Англии немного пораньше. Та же самая смена. То есть, получается, что как только возревают мозги определенной конструкции, которые отбираются вопреки здравому смыслу, теми же олигархами, той же аристократией, для умножения своих же богатств, их потом смывают и намазывают на бутерброд. Вот ровно сейчас то же самое происходит. Что сейчас делают люди, у которых есть огромные ресурсы? Привлекают, например, строят там супермощные компьютеры, например, Сбербанки. И привлекают туда инженеров, которые на самом деле уже не принадлежат к тем, кто эти компьютеры покупает. И вот этого понимания. Там кажется, что они будут контролировать. А если они будут там себя плохо вести, мы их всех там под ноготь. Это уже все было. Каждый раз в истории человечества это происходит одинаково. Ничего вы не сделаете. Потому что вы даже не понимаете, как работают их мозги. И вы отбираете самых лучших, а это значит, что отбираете самых опасных. Вы, собственно говоря, выращиваете, берете, покупаете самую лучшую немецкую лопату, точите ее напильником и отправляетесь пешком с этой лопатой своим могильщиком на кладбище. Вот что на самом деле происходит. Поэтому молодежь, которая вышла вот здесь, это на самом деле далеко не первый уже звоночек того, что люди, вызрело поколение, оно многочисленное, но больше 10%, которые обладают другой конструкцией мозга. И вы с ними не договоритесь никогда. Надо пытаться находить способы смены власти на самом-то деле глобально наиболее бескровным способом. Потому что раз церебральный сортинг прошел очередной цикл, ничего сделать невозможно, можно только возглавить это событие, как всегда, в истории. То есть вы не можете их победить, потому что они же еще мерзавцы, размножаются все время. И своих детей опять учат тому же самому, а еще хуже. Они становятся еще более коллекционными. А те, кто не может, те уходят на вторые роли. Поэтому церебральный сортинг, поскольку по экономическим законам, просто нам выгодно иметь умных людей в программировании еще, он продолжается, но эти люди, приобретая социальный статус, они начинают менять власть. И это происходит каждый раз. То есть в этом отношении церебральный сортинг является инструментом эволюции человечества, который меняет структуру общества. И конфликты, их нельзя избежать, если все будет продолжаться. Но их можно профилактировать, если разумно использовать тот ресурс, который предоставляет вот этот вот результаты большого и длительного, прошедшего незаметно от его непонимания, искусственного отбора. А сами политические технологии, которые используются в процессе таких вот акций, вы бы могли как-то прокомментировать, проанализировать. Ну, а что тут там? Технология-то простая. У нас есть интернет, все же прекрасно это понимают. Через него происходит, так сказать, стимуляция таких процессов. Это же понятно абсолютно. Для того, чтобы этому противостоять, ну, например, вот таким демонстрациям, нужно понимать то, как это делается. Если в это не вкладывать деньги, ну, ведь как у нас вкладывают, а где результат-то? Результата нет. Сколько у нас было этих компьютеризаций? Без счета. Причем они же происходят все абсолютно бесконтрольно. И всем кажется, что вот если будет там компьютер в каждый дом, как в свое время мирный атом в каждый дом, после взрыва Чернобыля, всем кажется, что это будет хорошо, не будет хорошо. Если вы не владеете системой распределения информации, не контроля, еще раз говорю, а распределения, хорошо не будет, этим будут пользоваться те, у кого это распределение есть. Все. А эти дети уже все равно будут расти, дифференцироваться, то есть своими мозгами, в рамках вот этого менталитета. Потому что тыканье в компьютер биологически более выгодно, чем делание что бы то ни было руками. Все. Они мозг свой не могут перестроить. У нас обезьяний. Он все равно будет в тыкалку смотреть. Так вы тогда должны контролировать, прежде чем в глухие деревни проводить интернет, вы пошевелили головой, решили бы сначала сделать систему контролируемого распределения, то есть государственного. и почему у вас там нет образовательных проектов, почему нет программ, почему все новостные системы. Я понимаю, они за 30 лет стали, так сказать, псевдолиберальными, то есть они получают информацию уже отфильтрованную с Запада. Где это все? То есть должна быть нормальная журналистика, должна быть нормальная система распределения информации. То есть эти серверы должны быть нашими, вся система должна быть наша. Но если вы будете в эту систему закладывать то, что протухло в 70-е годы, и кормите этим детей, они перейдут на спутниковый интернет. Это что будет очень быстро. И все равно не будут это смотреть. То есть нужно, чтобы это было такого же качества, такого же уровня интереса, как и во всем мире. Кто контролирует этот процесс, тот контролирует молодежь. Все. А поскольку пропустили уже почти 15 лет, и им методично меняли их мироощущение, когда у них росли мозги, теперь уже из их мозгов это будет очень сложно выковырять. А зачастую просто невозможно. Если оценить вот сами лозунги, то, как общается вот эта сторона с народом, со своим электоратом, со своими сторонниками, может быть, потенциальными. И вот здесь, что бы вы, может быть, отметили с точки зрения своей науки, с точки зрения своих исследований? Есть ли какая-то специфика, что-то новое или интересное? То есть вы имеете в виду в том, что... В их языке, в том, каким возрастом... В языке детей? Нет, в языке тех, кто к ним обращается, к своим сторонникам. А, вы имеете в виду... В языке политиков, да. Но политиков некоторые у власти. А, понятно. То есть это как бы оппозиционные политики, как они обращаются? Да, конечно. Они пользуются... Там обращаться-то не надо практически. Там все очень просто. Они пользуются проблемами образования, компьютерной связи, обмена информацией. И просто-напросто зачастую абсолютно голословно утверждают множество глупостей, которые прекрасно съестся. Почему? Какие глупости именно? Ну, разные совершенно. Там неожиданные. Даже вбросы есть такие, просто чисто липовые. Не важно, какие. Важно, что это находит подкрепление очень простым способом. У вас падает уровень жизни? Падает. У вас падают доходы родителей? Падают. У вас падает уровень образования? Падает. Ничего доказывать не надо. Кто виноват? Тот, кто власти. Вот система доказательств, которая существует. Дети вообще воспринимают это очень эмоционально. У них же лимбическая система в первую очередь созревает. И они видят, что родители приходят каждый вечер дома и ругаются с последними словами на то, что происходит. То, что им недоплачивают, то, что их обирают, то, что скрытые налоги увеличились в пять раз за десять лет. Что, они от этого... Они что, глухие и слепые, что ли? Да нет. Общая обстановка, связанная с падением... А почему начал? С экономического кризиса, который развивается десять лет. Эта обстановка проецируется детьми на проблемы, на недостатки власти. И они выходят. Почему? Потому что они хотят это исправить. Им надоело слушать этих родителей. Им надоело ограничивать себя и прочее, прочее. То есть, хороший экономический рост, связанный с тем, что страна бы процветала, исправила бы эту ситуацию. Но для этого нужно трудиться. И не только тем, кто кует подковы. Несколько это странно. Хотя и обычная эта точка зрения, но она странна, если учитывать, что революция обычно, или так часто происходит, как раз, когда у страны подъем, а не когда в стране плохо. Хотя это, на первый взгляд, кажется необычным, но вот особенно если посмотреть последние события, последних 20 лет, это мы видим, когда люди в Ливии выходили, или в Бахрейне выходили на митинги. А если вспомнить, что на самом-то деле французская революция, ну, как утверждается в рейде исследований, шла все-таки не на этапе глухого тупика, как раньше думали, а все-таки на этапе определенного подъема, то это как-то не согласуется с тем, что вы говорите. Как раз согласуется. Как? Хорошо, потому что то, что вы говорите о подъеме, это хорошо все, замечательно. Но чем больше подъем, тем больше видна разница между людьми, у которых прошли церебральный сортинг, и достойны этого подъема, и те, кто на этом подъеме паразитирует. Вот в чем дело. Что у нас разве не подъем? Посмотрите, оборонную промышленность. Подъем. Посмотрите, разве у нас не подъем в области продажи, например, пшеницы за рубеж? Да такого в Советском Союзе отродясь не было. Без псевдожитницы Украины, без псевдожитницы Казахстана мы экспортируем какое количество зерна. Это разве не подъем? Через сто лет люди возьмут, скажут, да вы посмотрите, что в стране-то делалось. Хлеба производили, бог знает сколько. Еды разные экспортировали, бог знает сколько. Оборонная промышленность была на самом высоком уровне, какой только мог быть достигнут с времен Советского Союза. Страна-то процветала. Тут это лишний раз говорит о том, что вы не надо путать социальные процессы с результатами искусственного отбора мозга человека по способностям. Когда, еще раз повторяю, набирается большое количество людей с определенной конструкцией мозга, которая потребовалась для того, чтобы решать сегодняшние проблемы, с этой целью они были отобраны, обучены, в них вложены деньги, в образование, в обеспечение во все. С этого момента, после того, как они достигают 15-17%, начинается смена власти, потому что эти люди неизбежно приходят к власти. Но те, кто стоит в этот момент власти, они не понимают, что происходит. Они говорят, ну как же так, хлеба полно, штаны у всех есть, ботинки есть, ракеты летают быстро и далеко. Что вам надо? Они говорят, нет, мы хотим другого. Потому что они хотят реализации той конструкции мозга, той конструкции искусственного отбора, который будет и возникнет с их приходом власти. Это неизбежно. В этом неизбежность. Именно поэтому не нужно дожидаться какого-то катастрофического кризиса. Проблема не в нем. Не в экономике проблема, а в том, что в результате развития экономика прошел отбор очень специфических людей, которых можно только уничтожить. С ними нельзя договориться. Искусство власти состоит в том, чтобы найти способ избежать вот этой смены церебрального сортинга, механизмов церебрального сортинга. Если власть достаточно умна, она найдет способы. И тогда это пройдет без болезни. А если она будет упорствовать в заблуждениях, это произойдет как всегда. К сожалению, это обычно достаточно печальная история с большими человеческими потерями. Ну что же, мы передачу завершаем. Это было мнение профессора Сергея Вячеславовича Савельева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова